всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале спасибо большое что выбрали это видео и это мое мнение о меморандуме российской академии наук по поводу отменить астрологию спасибо огромное всем тем кто поддерживает мой канал донатами спасибо большое всем тем кто приходит на персональную консультацию я перейду сейчас к меморандуму зачитаю некоторые тезисы и попытаюсь ответить на вопросы которые меня более всего всколыхнули меморандум можно найти в поисковой системе просто наберите меморандум по астрологии да о борьбе с лженаука и так далее и можете прочитать дословно меня здесь какие-то утверждения наиболее взволновали я просто их зачитаю например в индии где астрология особенно популярна говорим о ведической астрологии если честно я к ней сама отношусь очень критично потому что там такие непонятные для меня утверждения существуют когда даже положение планет в знаке зодиака разница с европейской астрологией я ведической индийской астрологии тоже не доверяю это разное течение меня одна подруга занимается ведической астрологии но я вам хочу сказать когда она консультирует кого-то из своих клиентов которые к ним приходят звонит обычно мне и спрашивают как как можно интерпретировать квадратуру между венерой и сатурном я и это рассказываю она потом обращается к своему клиенту и просто пересказывает мои слова то есть это за гранью ребята я тоже то есть ну в астрологии бывают разные направления к некоторым я отношусь скептически сильно далее я подчеркнула между натальными картами 23 трех человек и пакетами личной информации натальные карты не совпадали по тем данным рождением место и рождение дело в том что одна планета в знаке в гороскопе человека в одной планеты в принципе у нее сотня значений когда рождается человек мы например говорим о венере там в определенном знаке зодиака что у человека будут такие-то друзья такие-то таланты иногда по венере да такие-то партнеры в браке будет то это 5 10 но мы не учитываем культуру рождения этого человека то есть принято вообще жениться раньше времени выходить замуж раньше времени либо в определенном только возрасте и позже либо если не женился замуж не вышло то все ну то есть это там какие-то племена например африканские да мы не очень это мы не учитываем ментальность астролог не учитывает также среду воспитания где человек воспитывается и многие другие факторы то есть влияние культуры влияние семьи воспитания влияние социума а также что немаловажно самовоспитание человека то есть родился человек с проблемным гороскопом как он себя поведет в критической ситуации а еще сложнее какой выбор он сделает в своей жизни мы за это не отвечаем и поэтому здесь среди 23 человек и пакетами личной информации о них и так далее по тексту мы не можем угадывать за человека как он какой поступок он совершит или при наличии каких-то планет в некотором знаке зодиака какую жизнь он выберет себе какую профессию выберет потому что список профессий там за сотни а еще если учесть что новые профессии постоянно появляются то я как астролог просто не могу знать название будущих профессий в которых человек может себя реализовать скажем через 20 лет потому что этой профессии на данный момент не существует а я консультирую маленького ребенка которому через 20 лет например будет только 21 и ему надо будет выбирать профессию о чем мы говорим однако в среднем им удалось отождествить лишь по одному человеку что как раз соответствует случайному угадыванию а кто фиксировал это случайное угадывание и почему утверждение астролога консультацию астролога пропускают через призму угадывания или неугадывания то есть здесь однозначно человек который писал этот меморандум он даже не попытался углубиться в знания астрологические даже одного курса не закончил ни в каком ни в какой школе ни в какой академии там я не знаю что еще сегодня есть есть и другие исследования показывающие что астрология не дает результатов которые обещают из-за статистики разводов которые не подтвердились астрологической консультации понимаете когда астролог видит у своих клиентов часто у меня пары консультируются что грядет какая какое-то напряженное время и он предупреждает об этом пару супругов а супруги к этому готовы и кто-то из них в данный период времени совершает ошибку а другой его прощает идет навстречу закрывает глаза там на его несовершенство и пара идет по жизни дальше преодолев это препятствие это их выбор либо пара не понимает друг друга и они разводятся очень часто когда случаются измена кто-то смотрит на это так сквозь пальцы подумаешь ну и что а ну ладно уже там даже посмеются где-то с юмором отнесутся и идут по жизни дальше а кто-то из этого делает скандал и развод терпеть не нельзя это личностная личностный выбор каждого человека сможешь ты это принять в другом или не сможешь сможете ли вы через это переступить и пойти дальше или не сможете но факт что в этот момент времени столкнетесь с какими-то трудностями это однозначно совсем другое как вы к этому отнесетесь и и какой выбор сделаете здесь астролог за это не отвечает в мировом массиве научных публикаций нет ни одного убедительного подтверждения астрологии а кто их читал я например прочитала множество книг и из множества книг что-то рабочие а что-то нет ну мы выпускаем книги потому что у нас такой опыт ну и мы астрологи да у нас такой опыт астрологи средних веков они выпускали книги на основе своих знаний из к слову сказать если сравнить наши сегодняшние знания и знания прежних астрологов средневековья то большая разница мы у нас более сложные мира у них более примитивный и мы уже не можем пользоваться и знаниями на основе нашей братьев основу и нашу сегодняшний уже у них давайте начнем с того у них интернета не было а у нас есть интернет они видео не могли создавать и мы создаем видео записываем я сейчас сижу и мне это просто и читая книги прежних лет даже начала 2000 19 века я вижу что очень много не состыковок с современным миром потому что мы развиваемся мир развивается астрология развивается много нового появляются планеты новые открываются отсутствие положительных результатов научных проверок астрологии подтверждает тезис что астрологические закономерности лишь голословно постулируются они основываются на качественных эмпирических данных как полагается и так далее а давайте начнем с того сколько ну например в биологии научных споров и в частности что первое появилась на свет яйцо или курица вот пусть мне научные умы на этот вопрос ответят биология далеко ходить не надо это же не сложная наука правильно это же наука биология верно дальше научность астрологии будет показано в будущем это выглядит как злоупотребление доверием то есть смотрите летательный аппарат который не взлетел в космос это тоже злоупотребление научным доверием вот его выпустили ученые они же работают до ученые конструкторы и вот он не полетел это злоупотребление смотрите сами науки они вообще очень молодое явление в нашем мире науки развивались да вот кстати средние века 1309 год кстати это времена инквизиции и вот некий например человек в ботаническом саду создал растения выращиваемые в специальных условиях значит он пошел против бога инквизиция его арестовала и представляете в частности пострадали очень многие ученые тех лет то есть инквизиция решила что биология не может существовать потому что это против бога то же самое сейчас происходит российской академии наук то есть ученые люди которые не захотели изучить предмет они считают лженаукой кстати астрологии это знание и они гораздо более древние чем как выясняется современные науки до какой-то 1309 вот зарождение биологии например а давайте посмотрим в принципе когда физика создалась читаем конец 17 века то есть физика это вообще очень молодая наука кстати вернусь к прежнему файлу я здесь прочитала имя галилео галилея где-то не подчеркнула в общем галилео галилей он тоже был на карандаше у инквизиции и чуть не пострадал он чудом остался жив галилео галилей но к этому мы чуть чуть попозже вернемся в научной в астрологической среде я не на многих людей подписано но в частности один из комментариев мне очень понравилось когда женщина я спрашивала могу ли я использовать ее комментарии но разрешение не получила поэтому закрываю имя у нас трин высших планет впереди я к этому хочу вернуться потому что до трин высших планет впереди это интересно но давайте посмотрим когда была создана инквизиция для борьбы с ересью и она была создана в 1215 году и сейчас я хочу вам показать на 1215 год я правда не знаю даты когда именно но 1215 год ну давайте пусть будет париж франции и что мы видим а вот мне прежде всего интересен на плутон и нептун потому что нептун это вера религия в том числе а плутон это то что утилизирует то есть сожжение на костре кстати знаете почему сожжение потому что католическая церковь не имела права проливать кровь как вам такое да цинизм высшей степени просто но здесь плутон стоял в знаке зодиака лев в прекрасном соотношении с нептуном а где же был уран уран на вошел в весы и первая инквизиция первая казнь случилась в 1229 году тоже не знаю даты только год и мы с вами видим что плутон уже находился в знаке зодиака дева то есть первая казнь на плутоне в деве а это сожжение да а плутон здесь я обращу ваше внимание и дева они в принципе оппозиционируют рыбам а рыбы это вера это милосердие то есть там где милосердию не место далее был такое пьетро дабана он был астрологом среди всего прочего кем он был он был ученым того времени очень продвинутым человеком и его приговорили к казни но до казни он умер и предположительно постольку поскольку он владел знаниями о ядах он просто покончил с собой приняв яд но умер он в 1316 году в некоторых источниках говорится 1315 а в некоторых источниках 1316 видеть видите но опять же да ты точно нет поэтому посмотрим 1315 год но здесь не смотрите месяц и дата не так важны за из-за того что дальние планеты и посмотрим плутон уже в знаке зодиака рыбы рыбы это про милосердие здесь стоит плутон то есть если и будут какие-то гонения на астрологов такие серьезные значит на плутоне в рыбах который к слову сказать будет через 20 лет то есть грубо говоря 2044 году надо будет посмотреть это время если вам интересно тоже вот здесь в комментариях пишите я посмотрю плутон в рыбах что там такое может быть и вот когда первая казнь ну не казнь да а человек сам погиб от собственного яда но он именно он был астролог да здесь плутон как утилизатор причем ретроградный а я говорю ретрогадный частенько ретрогадный уран посмотрите как ссорится уран с плутоном и ретрогадный нептун вера и религия который находится в скорпионе то есть самый агрессивный и воинственный знак тоже утилизатор знак зодиака интересное положение планет мне вот прям надо себе на карандаш взять далее был такой ученый астролог досколи досколи я не знаю если кто-то знает куда ставится ударение тоже пожалуйста комментарий внизу 1326 год она попадает на службу к там герцогу и из-за его несносного характера и на него донесли и он был приговорен к смерти и приведено в исполнении 16 сентября 1327 здесь у нас даже дата есть 16 сентября 1327 год плутон ретрогадный стоит в колоссальном конфликте с нептуном кстати нептун у себя дома в стрельце это религия в том числе и плутон знаки зодиака рыбы милосердия не существует планета которая отвечает за астрологов ретрогадная кстати в знаке зодиака водолей у себя казалось бы дома но не тут то было следующей жертвой астролог был джордана бруно который пал от рук инквизиции и это случилось 17 февраля 1600 года давайте посмотрим на него здесь плутон находится в знаке зодиака овен у себя дома нептун планета которая казалось бы должна отвечать за милосердие в ретрогадном положении то есть работает несносно и уран в соединении с плутоном посмотрите в оппозиции с сатурном это законы плутон утилизатор уран планета астрологов здесь все очень серьезно ссориться с марсом марс воист воинственная планета сатурн это закон который контролирует не дает свободы и мы видим что на таких печальных к планетах на таких положениях планет уходит из жизни джордана бруно вообще вы знаете что инквизиция была очень много лет несколько веков почему плутон я все время про плутон говорю потому что цикл плутона 248 лет но вот инквизиция она была гораздо дольше я вот смотрю началась с 1200-х годов и вот вплоть до последнюю ведьму сожгли дату даже помнила но буду монтировать я прикреплю эту дату когда вас была сажена последняя ведьма то есть несколько веков подряд пять или шесть веков это два цикла плутона грубо говоря ну то есть это очень долго и сегодня когда моя коллега говорит о том что у нас впереди три высших планеты трин этих высших планет давайте на них посмотрим это уже наши дни высшие планеты плутон нептун и уран посмотрите как прекрасно они соединятся в конце 2024 так называемый бисик стиле это когда планеты между собой очень гармоничный и понимают друг друга но они же будут в таком положении не всегда меморанту вышел 18 декабря 2023 года давайте посмотрим на эту дату и посмотрите ретроградный уран уран это планета астрологов стоит знаки зодиака телец то есть все что приземленное да все что критическое критическое мышление астрологии не существует астрологии это искусство в свое время люди считали это даже не знаниями а искусством и посмотрите прям прекрасная оппозиция здесь к венере ну то есть астрологи нам не друзья перевали переведя с астрологического языка плутон планета утилизатор в достаточно неадекватном таком градусе стоит на выходе из козерога и здесь плутон это такой зачинщик по беспределу относительно законов нептун с солнцем ссориться собственная я невозможно проявлять открыто надо все скрывать в себе таится это большая тайна что я астролог чтоб вы знали ну и просто как надолго эти три планеты между собой будут в таком прекрасном взаимоотношении вот кстати недолго 2027 год а дальше во многих своих прогнозах я проговариваю что 2028 год это будет очень сложный год там тоже и войны и извержения вулканов и катаклизмы на планете и и так далее и пусть попробует сейчас российская академия наук поспорить со мной в этом отношении почему я так утверждаю почему я говорю что это мой прогноз в 2028 году 2029 году в мире будут огромные сложности как они собираются отрицать это я не знаю просто я вижу что планеты так становятся они мне предлагают прочитать меморандум спасибо всем тем кто приходит ко мне на консультацию если у вас есть какие-то вопросы либо вы хотите прийти ко мне на консультацию пожалуйста мой электронный адрес спасибо большое за донат и подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите добрые комментарии включайте колокольчик чтобы не пропустить мои следующие видео я желаю всем мира здоровья счастья коллегам астрологам огромный поклон всем моим учителям и звездного позитива